Всем привет! Сегодня я вам покажу некоторые полезные настройки, которые помогут улучшить работу телефона в плане производительности. Телефон будет менее нагруженный и меньше будет занят непонятными процессами и функциями, которыми вы абсолютно никогда не пользуетесь. Плюс вы станете менее зависеть от разных встроенных функций, которые следят за местоположением телефона. И могут собирать разную информацию, например, где вы находитесь на данный момент, с помощью разных вышек или же элементарно интернета. Сейчас вам все расскажу и покажу. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями. И, кстати, кому нужен хороший, качественный VPN с неограниченными возможностями, ссылочку оставлю в описании к этому ролику. По ней вы сможете приобрести его с максимальной скидкой, которая только возможно. Плюс за любую регистрацию на месяц, либо на 12, вы участвуете автоматически в розыгрыше Apple iPhone 15 Pro Max. Итак, в первую очередь, что мы делаем? Заходим в наши стандартные настройки. Здесь внимательно листаем и находим такой пункт, который называется «Местоположение». Заходим на него. Дальше, среди вот этих настроек мало кто замечает, что есть здесь передача данных о местоположении оператору. Оператор связи сможет определять ваше местоположение при помощи базовых станций. То есть, вроде бы мы можем подключать кучу разных настроек, но когда сам оператор сети может определять ваше местоположение, конечно же, это не очень хорошо и все проделанные настройки просто называются зря. В общем, если вы не хотите, чтобы вас определяли, то есть, где вы сейчас находитесь с помощью элементарно вашей сим-карты, то вот здесь нужно отклонить нажать. И вот здесь у нас уже не будет связи с вашим оператором. Ваша сим-карта будет продолжать работать, как и работала, голосовые вызовы, смски, ммски, интернет и так далее. Ничего для вас не поменяется, потому можете не переживать, эта настройка не касается конкретно связи. Дальше, доступ к местоположению. Но этот ползунок, в принципе, включается, вот когда вы включаете, и GPS, видите, загорелся. То есть, вот здесь мы его активировали. Если мы здесь выключаем, то здесь он тоже отключается. Это и так понятно. Но есть и другие расширенные настройки, которые позволяют подключаться к местоположению, даже когда у вас местоположение, вот как сейчас, выключено. Например, вот следующая строчка «Доступ к приложению к геоданам». Если у вас строчка, которая называется «Разрешено всегда», вот видите, вот «Разрешено всегда» не разрешено ни одному приложению. А возможно, у вас сейчас некоторые приложения, которые вы установили себе, находятся конкретно в этой строчке. И они потребляют и следят за вашим телефоном. То есть, вам нужно просто вот здесь избавиться, чтобы у вас ничего здесь не было. Дальше. Разрешено только при использовании выставить те приложения, которые вы хотите, чтобы они включались только когда вы включали GPS. К примеру, вот «Карты», то есть, если вы нажимаете на «Карты», то, понятное дело, вам нужен, чтобы активирован был GPS. Или там «Погода», там, чтобы узнать конкретно погоду по местоположению. Ну и здесь дальше посмотрите, можете выставить самостоятельно. Есть вкладки «Спрашивать каждый раз». Например, я выставил это «Гугл» и запрещено там определенным приложением. Кстати, если вы находите, что разрешено телефон, к примеру, либо сообщение, либо камера, то 100% запрещайте. Потому что определяется местоположение элементарно по голосовому вызову. Ну и вот здесь, видите, геолокация отключена для приложений и сервисов. Должна перечеркнута быть такая картинка. Возвращаемся назад. Дальше. Заходим в геолокацию в самом низу. Геолокация Google, самая первая, более точное определение местоположения. Оно, в принципе, практически никогда не нужно. Когда вы пользуетесь картами, вот эта функция, она хоть и активна, она не используется. Это тогда, когда у вас прям вообще связи нету, то, возможно, она самостоятельно будет подключаться. А так, вообще, это бесполезная штука, которая постоянно разряжает ваш телефон. Ну и постоянно подключается GPS, непонятно когда, к вашим другим приложениям. Здесь вот это нужно выключить. Возвращаемся назад. Заходим в передачу геоданных в Google. Здесь происходит очень жесткая слежка за конкретно вашими действиями, то есть где вы бываете с телефоном. Вот, передаваемая информация может включать данные о том, где вы были недавно, как передвигаетесь. И также сведения о вашем устройстве. Короче, в общем, здесь очень обширные данные. Можно приписать все, что угодно. Я, например, у себя это 100% отключаю. У вас вот здесь, если оно включено, просто нажимаете и нажимаете отключить. У вас должна быть, опять же, перечеркнутая такая картинка GPS. Вы не показываете свое местоположение другим пользователям. И уже вам будет намного спокойнее жить с вашим телефоном, с вашим смартфоном. Возвращаемся назад. Здесь есть еще такие функции встроенные, которые прям очень-очень редко используются. Либо вообще никогда не используются. Но при этом сжирают ваш трафик, сжирают вашу батарею из-за того, что они функционируют. Вот, смотрите, геолокация в экстренных ситуациях. Опять же идет определение местоположения устройства. Даже если, якобы, оно выключено. В общем, я вот это выключаю. Возвращаемся назад. Оповещение о землетрясениях. То же самое. Тут используется и Wi-Fi, и Bluetooth, и GPS. В общем, все связи, которые только возможно. Но я думаю, что это абсолютно бесполезная вещь. Если это, не дай бог, даже произойдет. Но я думаю, что, возможно, вам придет какое-то оповещение уже после того, как это случится. А не до того. Потому, ну, я думаю, что это бесполезно. И вообще, эта настройка, как бы, сделана, скорее всего, для того, чтобы получать больше информации в вашем местоположении и в ваших данных, которые хранятся в телефоне. Дальше. Поиск сетей Wi-Fi. Разрешить приложениями, сервисами искать сети Wi-Fi, даже когда Wi-Fi отключен. Это вообще жесть. То есть, везде Wi-Fi точки. У каждого практически работает телефон на Wi-Fi. И все вот эти сети вокруг постоянно идут в поиске. Но смысла с этого нету никакого, потому что они все с паролями. Вы к ним не подключитесь. А если даже есть точки бесплатные, но вы пришли на эту точку, включили самостоятельно Wi-Fi и подключились к ней. А вот это постоянно разряжает батарею. Короче говоря, отключаем. Возвращаемся назад. Поиск Bluetooth устройств. Точно так же. То есть, ваш Bluetooth вот здесь, видите, у меня не работает он. Но здесь написано, что он работает постоянно. И ищет все Bluetooth устройства в округе. Опять же, во всех сейчас телефоны. И практически все пользуются сейчас беспроводными часами, браслетами, беспроводными наушниками. Bluetooth колонки во многих есть. В общем, Bluetooth везде работает. И вот эти все устройства, ну реально вокруг вас ищутся в пределах 50 метров. Оно все определяет. И вот вы идете, они по кругу вот обновляются, обновляются. Но вам это вообще, допустим, не нужно. Опять же, если вам нужно что-то передать по Bluetooth, вы взяли, подключились к нужному устройству и передали. Короче говоря, тоже вырубайте вот эту штуку. Дальше возвращаемся назад. Заходим в хронологию. Перепроверяем здесь отслеживание действий. То есть, история местоположений. Вот смотрите, у меня сейчас уже отключено. Я уже ранее это отключал в других роликах. Ну, здесь ничего сложного нету. Просто нажмите кнопку выключить. И вот смотрите, если вы здесь не выключили, то здесь вот как бы нарисована карта. Вы сможете нажать по этой карте. И реально здесь за все время, где вы бывали, вы сможете посмотреть весь свой путь. Ну, или может кто-то посмотреть другой. Потому вот если вы не хотите, чтобы такое запоминалось, то отключайте, конечно же, историю местоположений. Плюс вот эти данные отправляются неизвестно куда на сервера Google, на сервера компаний, на фирмы, которые занимаются какой-то продажей. Вот смотрите, использовать данные хронологии, чтобы помогать компаниям оценивать эффективность рекламы. Ну, короче говоря, ваши данные могут реально гулять где-то по интернету. И потом вам предлагать, вот вы идете где-то по улице, и вам уже какая-то реклама высвечивается, что рядом с вами находится такой-то магазин. Заходите, покупайте. Здесь вроде бы ничего такого нету, но вот здесь есть еще все настройки отслеживания действий. Нажимаем на вот этот плюсик и переходим еще в дополнительное меню. Здесь мы вот, допустим, отключили вот это. Немножко ниже есть, опять же, история местоположений, история YouTube. Ну, тут смотрите, вот если вам нужно почистить историю YouTube, то можете, допустим, отключить. У меня, допустим, включено. Персонализация рекламы, вот центр управления рекламой. Я у себя тоже это отключаю. В общем, проделав хотя бы вот такие действия, вы уже реально снизите и расход батареи. Меньше станет нагруженный телефон всякой всячиной. Быстрее станет работать. Вы будете чувствовать себя безопаснее, что никто не получит ваше местоположение, ваши данные с телефонов. И вообще, если покопаться в конфиденциальности, то вот это все, конечно же, нужно только разработчикам, которые это все придумали. Но обычному человеку вот эти все настройки, они абсолютно не нужны. Поддержим видео лайком, подписываемся на канал и делимся с друзьями.